Не знаю, насколько это все-таки правильно, но меня бесит в последнее время именно отношение наших детям во многом. И из этого выливается один очень неприятный вывод. Наше сегодняшнее стремление к тому, чтобы сохранить каждую жизнь, цепляться за каждую жизнь, пытаться всех спасти, кого спасти даже нельзя. Вот это позитивистское движение людей, защитников животных, которые полумертвых собачек и кушечек оживляют хрен знает зачем. И я уже об этом говорил, что это все, оно очень сильно смахивает на то, что нам глубоко плевать на того, к кому мы типа, в кавычках, свою доброту проявляем. На самом деле нам плевать на этого человека, животное. Плевать абсолютно. Мы удовлетворяем свою личную потребность быть хорошим. А это все вытекает из социального статуса. Ну, не социального статуса как такового, а социального такого барьера, что ли, я не знаю, как это написать-то. Каждый из нас хочет, чтобы спасти жизнь другого, чтобы его жизнь тоже спасли когда-нибудь. Но при этом мы абсолютно... А, ну и при этом мы боимся, как бы... Мы боимся, что если мы допустим хоть где-то, хоть в чем-то попытку, да, то есть, например, на смертную казнь введем, и вдруг эта смертная казнь будет применена к нам. Или если мы разрешим убивать кого-нибудь, а вдруг меня тоже убьют. Вот это вот эгоистичный порыв, а он, кстати, свойственен в том числе и коммунистам. Почему я всегда и упираю на это? Потому что, смотря сегодня на вот эти рекламы, вот ой, моей девочке плохо, ой, моему мальчику плохо, и помогите, денег шлите. Тут операция стоит 200-300 тысяч рублей, потом 200-300 тысяч долларов, потом, там, не знаю, сотни миллионов рублей или долларов. Не важно абсолютно, какая ситуация. Получается, каждый цепляется за свое личное желание. Вот обратите внимание на рекламы на такие, и послушайте, как матери в таких рекламах говорят. Я так его ждала, я так его хотела, да, вот он появился, вот я так люблю, мне так хорошо, ну как же я буду без него, ну как же, вот он меня спрашивает, ну как же так, мамочка, там, тыры-пыры, там. Вот это вот причитание у всех вообще одинаковое. Ну и, естественно, в начале каждого самого, каждого предложения стоит огромная буква «Я». Я хочу, мне хочется, я хотела, еще что-то в этом духе. Помогите, помогите, шлите деньги. То есть ты, ты лично удовлетворяешь свое личное желание за счет страданий, блядь, ребенка. Ребенка, которому лет пять, уже шесть, да, в основном. Стараются помочь именно таким вот. В основном такие вот люди попадаются. То есть ты хочешь, чтобы твоему ребенку помогли, в то время, как ты его уже пять или шесть лет мучаешь, просто потому, что тебе чего-то хочется. Блядь, это пиздец, это конец эгоизма. Это просто верх эгоизма. А социалисты и коммунисты поддерживают такое. Поддерживают. Издевательства над детьми, невозможность детям в дальнейшем жить в обществе. Даже в обществе, в котором социалистическом, коммунистическом, в котором таким детям будут оказывать помощь все вокруг. Эти люди будут всегда отчуждены от общества. Особенно люди с синдромами, которые им не позволяют социализироваться. И это вот все будет только ради того, чтобы я хотел. Я хотела. Здесь нет никакого социального подтекста. Здесь нет никакого коммунного подтекста. Здесь есть типичный эгоистичный посыл «Я хочу». Да плевать на то, что ты хочешь. Ты ребенка, блядь, мучаешь. Мучаешь годами, а иногда десятилетиями. А потом, потом ты умрешь. И этот ребенок с вот этими вот, блядь, болячками, которые вылечить невозможно, он останется здесь просто так существовать. Никто ему помогать не будет. В современном обществе вообще никто ему помогать не будет. А если даже ему будут помогать, да какая разница, просто ты продолжишь его мучения дальше. И так же точно будут относиться к этому ребенку и все окружающие. Потому что они будут бояться, переживать, а что вдруг, если им не окажут помощь в такой ситуации и так далее, и они будут продолжать издеваться, истязать человека, которому больно, больно всю жизнь. Не понимая, не пытаясь даже прочувствовать и понять, какую боль испытывает человек, какое неудобство он испытывает, проживая в этом обществе, которого он не может понять и не может к нему адаптироваться. Вам плевать на это все. Социалисты, капиталисты, коммунисты, жоподристы, блядь, кто угодно там, не знаю, христиане, хуистяне и так далее. Вам всем просто наплевать, наплевать на первую очередь, на самое, блядь, сокровенное, ёб твою мать, на детей, людей, которые еще не люди, которые еще не сформировались, которые еще не понимают, что вокруг них происходит. Блядь, почему мне так больно? Почему мне так неприятно? А потому что твоя мамочка, блядь, ёб твою мать, захотела тебя вот помучать 5 лет или 6. Или 10, или 20, или 30. Потому что ей, видите ли, так захотелось. А тебе, понимаешь, она совсем не думает. Ей плевать на тебя абсолютно глубоко. Ей так хочется. Мамочке хочется, папочке хочется, бабушке, дедушке, еще кому-то, блядь, брату, сестре и так далее. Вот им хочется, понимаешь, чтобы ты, ты мучился. Мучился всю свою короткую жизнь. А может быть даже не короткую. Знаете, лучше уж короткую. Лучше уж быстрее отмучиться и все. Я вас не понимаю, люди, как можно поддерживать вообще издевательства над детьми, в принципе, теоретически. Издевательства над животными. Да, они более глупые, чем мы. Да, они, может быть, не осознают того, что с ними происходит. Но от этого нифига неприятнее, блядь, жить без ноги, без лапы, без глаза, без обоих глаз, не знаю. Особенно тем, кто привык этим оперировать, без хвоста, без усов. Блядь, да ёб твою мать, вы зачем это делаете? Вы зачем, блядь, живые организмы мучаете? Вы, блядь, ради вот своего эгоистичного, вот такого посыла, который вас выращивает. И причём, я говорю, проблема, ладно бы, блядь. Да хуй с вами, блядь. Понятно, вы стадо, эгоистичное стадо. Стадо эгоистов, которое просто-напросто не может думать ни о чём, кроме самого себя. И дальше своего носа увидеть вообще ничего не способное, ни на что посмотреть не способное. Ладно, хорошо, я это понимаю и принимаю. Вы стадо. Вам что сказали, вы то и делаете. Вам сказали вот так, значит вот так. И вы так и делаете, как бараны. Да, блядь, есть же люди, которые называют себя коммунистами, социалистами. Люди, которые как будто бы с научной точки зрения подходят. Как будто бы у них есть разум. Как будто бы, как будто бы у них есть рациональное мышление и логика получше, чем у меня. Но вот осознать этого они не способны. Не способны. Настолько люди все сейчас зашорены. Настолько мы сейчас ограничены. Что мы сейчас думаем только о себе. И говорить, будь ты коммунистом или социалистом. Будь ты капиталистом или, не знаю, христианином. Да похер кто ты. Ты не можешь думать вне, вне этой коробочки, которая говорит тебе, не, 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 не смей, не смей. Ты должен вот это сделать обязательно. А то вдруг с тобой такого потом не случится. Представляешь себе. Это же пиздец будет. И не думаешь ты об окружающих. Ни в коем случае. Ты в первую очередь думаешь о себе. На этом эгоистичном посыле мы и поставим. Но к чему это я все хочу сказать. Это все не важно совершенно. На самом деле, блять, проблема получается, что мы не умеем, блять, держать баланс. Мы не умеем держать баланс. Мы не умеем принимать жестоких решений во имя добрых дел. Мы не умеем принимать, делать добрых дел во имя жестоких каких-то решений. И так далее, и тому подобное. Мы не умеем держать баланс. Мы думаем, что если вот как, мы как дети себя ведем, как взрослые, как вот переростки вот эти вот, с детским максимализмом. Ох, блять, все черное. Или ох, блять, все белое. У нас по-другому быть не может. Вот, блять, если я сегодня, блять, не спасу ебаную собачку, блять, которой, блять, лучше бы сдохнуть нахуй. Идите вы нахуй все люди. Нет, надо спасти ее обязательно собачку. Помучить, блять, заставить ее еще мучиться несколько лет. Или я хочу ребеночка. Ну, ему же хуёво. Он не ходить, не говорить, ни черта не может. И никогда не научится. Нет, я хочу, очень хочу. А то вдруг, если я позволю сегодня себе уничтожить эту жизнь, кто-нибудь завтра захочет уничтожить мою жизнь. Никакого баланса мы соблюдать не умеем. О каком нахуй коммунизме и капитализме мы можем говорить, если даже с вами коммунисты, вполне образованные люди, рационально мыслящие, с разумными мыслями, не способны понять одного. У нас нет умения держать баланс. Принимать настоящие жестокие решения. Во имя действительно добрых дней. И недобрыми намерениями условного дорога в ад. Просто, блять, вы боитесь. Боитесь, что к вам это в дальнейшем применится. Тогда чего мы ожидаем от дальнейшего общества, от дальнейшего развития общества? Вы не понимаете, я не знаю, социалисты, по-моему, не может быть. Опять же, я тысячу раз говорил, возможно, я тут не прав. Но социалисты сегодняшние, коммунисты сегодняшние, не способны понять, что то, что было применимо к миллиарду человек, который жил на земле 100 лет, там, 150 лет назад, сегодня оно очень сильно неприменимо. И да, вся справедливая система распределения, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, это все четко, круто и все такое. Но людей стало больше. Технологий больше. И мы вместо того, чтобы развиваться дальше, мы, блять, начинаем просто-напросто пожирать сами себя. И психиатрические вот эти вот все расстройства, это не только капитализм, сам виноват. Просто люди сидят у друг друга на головах уже. А никакого вот движения, как было в Советском Союзе, хотя бы движения всего, не будет больше. Не нужно больше там в селе столько людей. Колхозы давайте, совхозы поднимать. Да сегодня колхозы, совхозы могут поднять 10, бля-ть, коллег. Настолько все автоматизировано, настолько у нас все хорошо. Куда вы денете всех остальных людей? Сука, чего они будут, бля-ть, целыми днями песни орать, картины рисовать и стихи писать? Охуенно просто. А кто-то будет вкалывать в поле и говно за них убирать. Ништяк вы придумали, чуваки. Охуенно просто. Нет, у нас проблемы сейчас даже, социальные проблемы. С социальным распределением. Просто у нас нет решительных людей. Нет людей, которые по-настоящему готовы наступить, поступить жестоко. Поступить жестоко во имя благих каких-то дел. Все вот эти вот манерные, все, ой, не надо, это давайте не будем, а вот это не надо, вот это не стоит, вот это, пожалуйста, не надо, и так далее, и так далее, и так далее. А те, кто совершает вот эти дела, это обычно вообще люди, блядь, оторванные нахуй от реальности, вообще ничего не понимающие. Типа Навального, Навельный. Кинул, блядь, стадо ничего не понимающих детей на избиение, там, их посадили по кутузкам, ну, а ему-то что, ему похуй, ну, а им что, они, они что, а мы ничего не понимали. Ну, правильно, да, вот, как бы люди с промытыми мозгами. Или социалисты, которые, блядь, сейчас борются за какие-то идеалы, которые, в принципе, сегодня недостижимы даже. И борются они, понимаете, они же не борются с системой, блядь, они борются с какими-то, блядь, проявлениями простуды при нахуй при спиде. Вот это меня всегда бесит, что вместо того, чтобы, блядь, найти системное решение для того, чтобы вылечить само заболевание, мы, блядь, боремся с какими-то вообще ни на что не влияющими симптомами. Блядь, прыщик у тебя вскочил, блядь, у тебя в спид, ёбаный в рот, хуй ты этот прыщик лечишь? Да и неприятный прыщик, ну, так пусть этим занимаются другие. Мы не умеем держать баланс, мы эгоистичны, мы настолько сегодня погрязли вот в этой вот своей идеалистическом мире, в том числе и коммунисты, они настолько погрязли в идеалистическом мире, что просто выхода нет никакого на самом деле. Эти не хотят ничего делать, а этим уже ничего и не надо. Для них всё прекрасно и так. И чё бы там ни бахнуло, всё равно всё, блядь, пройдёт по их плану. Потому что никто не хочет ни пальцем и пальцу дать. Как бы это жестоко не прозвучало, люди, блядь, ёбаная стада, стада. И стада невзрачная в коммунии, ой, в капитализме. Не из-за капитализма они такие эгоистичные. Блядь, почему нахуй социалисты, почему коммунисты, они точно такие же? Почему они говорят те же самые слова, что и обычный человек? Ничего не меняется. Олигархи ведут себя точно так же, как обычное стадо. Ничего не меняется. Ну и вуаля. Менять что и с кем вы собираетесь, это во-первых. Во-вторых, каким образом вы собираетесь, извините меня, держать под контролем коммуну, в которой нужно принимать по-настоящему жестокие решения, прям здесь, прям сейчас, решительно и прям сразу. Никак. Вы построить такого общества даже не сможете. Вы даже к социализму приблизиться сегодня не сможете. А хули толку от этого перераспределения? Ресурсов, если у вас будут на одной и той же работе, работать по 10 человек. Это как вообще? Блядь, я не понимаю совершенно, абсолютно. И логически пока никто не объясняет мне, как это может быть. Я понимаю, что меня никто и не слышит, но какая разница? Я много дискутирую с коммунистами и с капиталистами. Ни у одних, ни у других нет решения. Это настолько лицемерно с обеих сторон. Вот мы за все светлое и хорошее, а вы ничего не понимаете. Вы, блядь, с любой стороны вы ничего не понимаете. И понимать не хотите, вот это самое страшное. Мы настолько погрязли в своем вот этом вот идеализме, который, блядь, рисует для нас идеальное общество для капиталистов капиталистическое, для коммунистов коммунистическое. Херня это все. Вы не умеете, блядь, держать баланс между плохим и хорошим, между, блядь, черным и белым. Вы не умеете балансировать на грани. Вы не умеете принимать решения пограничные. У вас есть черное и белое, и все, и точка. И так действуют все люди. Причем люди еще и боятся сделать какое-то неверное решение. А те, кто не боятся, делают все время только неверные решения. Потому что у них жизнь такая. Их так устраивает больше. Большинство принимает только верные решения, потому что просто боятся. И что, и как. Я не понимаю. Субтитры правил DimaTorzok Продолжение следует...